Памяти павшим в Мукденском сражении. 114 лет назад здесь, в тени Струковского сада, впервые прозвучал вальс в исполнении духового оркестра 214 Макшанского полка. На сопках Маньчжурии теперь так называется ежегодный фестиваль духовых оркестров на Волжском берегу. Самарские музыканты готовятся к новому сезону, который после пандемийного застоя обещает быть грандиознее, чем прежде. Марш-парад, дефиле, соревнования оркестров на одной площадке, поездки по всему абсолютно городу. И, конечно, гала-концерт, который в нашем случае в Самаре будет на площадке под площадью Славы. И венцом программы четырехчасовой, предполагаю, будет, конечно, сводный оркестр из 500-600 музыкантов. Это производит колоссальное впечатление. Мы репетируем, мы сами поем, мы сами играем, но вот мороз по коже. Подготовка идет на высокой ноте. На средства городского бюджета приобрели партию профессиональных инструментов. Это и саксофоны, и баритон, бас, ритм-гитара, бонго. Артем Токарев в труппе почти три года. Делится новая флейта все равно, что скоростной болид после простого добротного авто. Получил инструмент недели две назад. Это замечательный профессиональный инструмент. Оркестр, я думаю, будет звучать намного как бы... У нас и так музыканты все ребята профессиональные, очень крутые, но еще плюс новыми инструментами это просто будет бомба, я думаю. Четыре федеральных округа, оркестры из 14 городов, 13 субъектов России. Областные и городские, филармонические и служебные духовые оркестры, а также группы Мажорет Спорта и Барабанщиц. Фестиваль будет проходить два дня, 26 и 27 июня. Он пройдет на открытых площадках, поэтому насладиться музыкой смогут все желающие. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, События.